Итак, представьте, работник коммунального хозяйства пришел в синагогу. Тук-тук-тук! Здравствуйте! Здравствуйте! И кто к нам таки пришел? Я принес вам платежку за коммуналку. Тук-тук-тук! Вы меня слышите? Слушайте, поздно уже делать вид, что никого нет дома. Здравствуйте! С вами, говорит, умный дом. Это синагога. Хорошо! С вами, говорит, умная синагога. Послушайте, я знаю, что вы стоите вот за решеткой и придуриваетесь. Приятно, когда умный синагог и умный собеседник. А, так вы меня все-таки слышите. Немножко слышите. Так вот, слушайте, в вашей квитанции написано, что вам начислено две тысячи гривен. Них... Сколько? Две тысячи. Да. Бог говорил, да будет свет. Но он не говорил, что это будет так дорого. Ну, такие цены сейчас на электричество. Понятно. Ну, хорошо, допустим, я вам заплачу, а ты мне шо? А зачем вы спрашиваете? Скажи, пожалуйста, молодой человек, ты обрезанный? Вы это так интересуетесь или к чему это? Я подбираю варианты на «А ты мне шо?» Послушайте, да, поймите, я просто выполняю свою работу. Тарифы я не придумываю. А кто придумывает? Кто-кто? Гройсман. Вроде свой человек. Сейчас позвоню. Алло, Гройсман, здрасте. Поздравляю, вы выиграли 10 миллионов гривен. Зачем вы так говорите? Они по-другому не вступают в разговор. Что ты сделал? Зачем ты увеличил цены на электроэнергию? Это не ты? Извините. Короче говоря, он сказал, что это не он, и ему стыдно, что он тоже Гройсман. Я прошу прощения, молодой человек. Дело в том, что вы не по адресу пришли, мы электричеством не пользуемся. Как это? Не пользуйтесь. Вон же у вас лампочка горит. Да, лампочка горит, но электричество при этом не задействовано. Как такое возможно? Это наше маленькое чудо. Какое чудо? Давайте не будем привираться, пожалуйста, молодой человек. Вы же православный. У нас тоже много вопросов есть к вашему вину из воды. Так, послушайте, что вы мне морочите голову? Просто оплатите счет и все. Хорошо, а что будет, если я вам не оплачу? Не знаю. Мы перерубим вам кабель. Хех. Должен вас расстроить, вы опоздали на 20 лет. Мой кабель маленький уже перерубали. То есть вы платить не собираетесь? Знаете, как говорил мой двоюродный дядя Ярослав, деньги надо платить в полном количестве и вовремя. Короче говоря, не прижился у нас в семье дядя Ярослав. Предлагаю компромисс. Какой? Ты забираешь платежку, уходишь. Как тебе компромисс? Не очень, знаете. Да, послушайте, мой совет. Да. Заплатите за коммуналку, иначе вам будет начислена пеня. Послушай, мой совет. Когда ты переходишь через дорогу, посмотри сначала налево, потом направо. Мойте руки перед едой и два раза минимум в день чистите зубы. Это вы к чему? Не к чему, я думал, мы меняемся советами. Послушайте, заканчивайте свои игры, оплатите долг. Кстати, вы смотрели сериал «Игры престолов»? Нет. О, там есть такие правители Ланнистеры. Их девиз — мы всегда оплачиваем свои долги. И что? Иди к Ланнистерам. Такая идея. Вы не понимаете? Я подам на вас в суд. В суд? Опасно. Дайте платежку, я поставлю. Так, ну что тут? Ого. Скажите, пожалуйста, вы верующий? Нет, я атеист. Я должен был догадаться по вашему безбожному итогу. Что вас там не устраивает? Меня не устраивает, что такая сумма за электроэнергию. Вы знаете, такое ощущение, что именно наша синагога включает свет в конце тоннеля для всех усопших на земле. Еще вопросы есть? Есть, есть. Почему я должен платить и за горячую воду, и холодную, когда я пользуюсь тепленькой? Послушайте, вы. Да. Как вас там? Нас тут очень хорошо. Как вас зовут? Зовут? Да. Иван Петрович. Это очень плохо. А папу? Петр Сергеевич. Позор. А дедушку? Сергей Иосифович. Ого-го-го-го. Надежда появилась. Давайте попробуем решить этот вопрос по-человечески, раз только что мы узнали, что вы на четверть таки человек. Давайте я вам покажу, какие практически бесплатные услуги предоставляет наша синагога. Возьмите. Давайте посмотрим. Слушайте, что-то у вас тут мелко написано, не могу прочитать. Не проблема. Дать вам лупу. Давайте. Возьмите. Ага. Аренда лупы 300 долларов. Вы что, издеваетесь, что ли? Вот это бизнес, мальчик. Так, давайте вернемся к вашей платежке. Я прошу прощения, мужчина, но вообще платежки не мне. Передайте эти бумаги нашему слепому бухгалтеру Мойше. Вы доверили бухгалтерию слепому человеку? Да, зачем ему знать, сколько мы зарабатываем? Вот я знал, что с вами будет не все так просто. А, между прочим, наш православный батюшка сразу заплатил. Серьезно? Да. Это я понимаю. А у меня другая информация. Вы что, помирились, что ли? Да, Бог сказал, что так будет дешевле. Вы меня слышите? Поймите, поймите. Цены на электричество устанавливает правительство. А ему, так сказал, МВФ. МВФ. Да. Поэтому поводу есть замечательная притча. Послушайте. А как ли были Сара и Мойш? И была у них курочка, которая несла всегда золотые яйца. И вот однажды Мойша говорит, царочка, я хочу кушать мяско, я сейчас зарежу эту курицу. Она говорит, ты что, идиот? Возьми золотое яйцо, это же не сушка. Пойди на рынок одесский, продай, купи себе любую курицу и скушай мяско. Он говорит, нет, это время, я хочу прямо сейчас. И убил курицу. А в чем мораль? Мораль в том, что ты, Мойша, ваше правительство и МВФ кончены. Большой привет. Вы, 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 вы. Недавно в Киеве появилась клиника израильской медицины. Уникальность этого медицинского учреждения не только в том, что в ней работают ведущие израильские специалисты, но и в том, что это единственная клиника в мире с платным входом. Давайте посмотрим. Салома. Сара Абрамовна. Да, это я, я вас слушаю. Позовите-ка мне 500 евро. Кого? Ну, следующего пациента. А, ну сейчас. Пожалуйста. Здравствуйте. Я извиняюсь у вас на личный с собой. Конечно. Тогда здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и кому вы болели до нас? Доктор, прежде чем мы начнем, я хочу поинтересоваться насчет скидки постоянному клиенту. Помните, я был у вас 7 лет назад? Конечно помню. Вы тот самый поц, который ушел из нашей больницы в наших бахилах. Да. Вот они, кстати, я их подшил. Спасибо. Ну, на что вы жалуетесь? Знаете, доктор, я больше не могу заниматься со своей женой любовью каждый день. Я вас поздравляю, что такое? Я теряю зрение. Объясните. Не вижу в этом смысла. Ну, хорошо. Ну, попробуйте что-то другое. Да, но за что-то другое надо платить. И шо? Шо и шо? Какой смысл платить за что-то другое, когда рядом лежит что-то бесплатное? Очень логично, я вас понимаю. Хорошо. Можно я вас послушаю? Конечно, можно. Значит, слушайте. Вчера мой еще из соседнего дома принес какую-то байду. Ротик просто прикройте. И дышите. Дышим. Очень хорошо здесь. Еще дышим глубже. Очень хорошо. Здесь замечательно. Я вас поздравляю, у вас везде есть шо полечить. Слушайте, доктор, вы не юлите. Вы скажите прямо, сколько меня ждет. Пустяк, мелочь. Вы знаете, вырезайте аппетит. Какие-то 500 евро и об этом можно забыть. Вы в своем уме? Что? Как я могу заплатить 500 евро и забыть об этом? Вы шо? Давайте дешевле. Дешевле не получится. У моей доченьки скоро свадьба. Она выходит замуж. Знаете шо? Что? Давайте тогда как-то взаимозачетом. В смысле? Я тоже не последний человек, в смысле. Вот моя визитка. Ух ты. Почитали? Да. Верните обратно. Пожалуйста. Я вам объясню, все очень просто. Если вы много не заплатите, вы много не протянете. Да? Да, я вам обещаю. Секундочку. Да, пожалуйста. Так, катафалк. Костюм есть. Туфли новые. Гроб можно взять в аренду. Да, как ни крути, все-таки жить выходит дешевле. Конечно. Допустим, я согласен. С чего начнем? Для начала вы должны сдать нам, пожалуйста, кровь, мочу и калу. Хорошо, я вам все это сдаю. А вы мне шо? В смысле, я не понял. На шо вы рассчитываете? Как это? Вы же некоторое время будете крутить, так сказать, мои активы. Я могу рассчитывать на какие-то дивиденды? Ну, максимум, на шо вы можете рассчитывать, что мы вам вернем активы обратно. Ну, с моими процентами. Вы умеете убеждать. Конечно. Давайте посмотрим приз куранта. А тут все очень просто, смотрите. Сделать у нас укол 10 евро. Да. Сделать укол иглой 20. Интересно. Сделать укол с лекарством 30. Да. И сделать укол вам 100 евро. Так, подождите, шо вы ржете? А вот это шо за пункт у вас? Расходы на услуги после смерти. А шо, вы представляете, идти себе в морг своими ножками? На этом случае у нас есть два водителя-катофалка. Так. Вадик и Серожа. Вадик стоит 50 евро, Серожа 100. Почему Серожа 100? Он по пути делает экскурсию. Я понял. Ну, обзорочка. Извиняюсь. Алло, я у аппарата. Нет, нет, эта операция не может быть дешевле. Нет, она стоит 3000 евро, я вам уже говорил. Не надо на меня кричать. Не надо повышать голос. Там не накакать, кто ваш папа? Сынок, мойся, иди делай уроки, перестань звонить. Доктор. Да. Знаете, я изучил полностью ваш прескурант. И шо? Я больше не уверен, что мой аппендицит меня беспокоит. До свидания. Подождите, я понимаю, что большая часть болезни лечится калькулятором. Но у вас совершенно другой случай. Аппендицит придется вырезать. Хорошо, вырезайте. Вырезайте, только не выбрасывайте. Я вам обещаю, все, что останется на операционном столе, мы потом завернем вам с собой. Так вы что? Так это же меняет дело. Конечно. Хорошо. Кто мне будет делать операцию? У нас есть два хирурга. Так. Один делает очень плохо, но очень дешево. Второй делает очень хорошо, но очень дорого. И оба этих человека сейчас перед вами. Интересно. Скажите, я могу рассчитывать на какую-то скидку, если переведу вам друга с таким же диагнозом? Боюсь, нет. А если так, если я поприсутствую на подобной операции, разберусь, что там к чему и сделаю все сам? На этом вы не сэкономите. А если я приду сразу разрезанный? Как это может быть? Вы же будете под наркозом. И что у вас наркоз стоит? Очень дорого, но без наркоза у нас очень больно. Подожди, если я возьму наркоз, откуда я буду знать, что мне было так больно, как вы об этом кричите? Поверьте, мы вам сделаем максимально больно, чтобы вы получили максимальное удовольствие от наркоза. Так, хорошо. Еще наркоз действует? За редким исключением. На прошлой неделе был один пациент, которому мы сделали наркоз, но он через силу оставался в сознании, чтобы проконтролировать, что мы ему влили весь наркоз, за который он заплатил. Интересно. Кстати, если будет переливание крови, какая у вас группа, если вдруг? Если вдруг? Да. Если вдруг. Самая дешевая. Я был уверен. Так, еще. Подождите, вот эта пижамка, в которой мне будут делать операцию. Да. Я могу ее потом забрать домой? Мало того, что можете. Обязаны. Забрать домой, потом вернуть нам обратно после того, что постирали. Она у нас одна. Я понял. Я извиняюсь. Алло. Здравствуйте, Сара Абрамовна. Да, пришли результаты анализа вашего мужа. Я вас поздравляю. Через два месяца можете сдавать комнату. Его комнату, да. Нет, мне не надо. Вам надо? Нет. Спасибо. Доктор, я подумал. Ну? Я согласен на операцию, только я немножко переживаю. Не переживайте, у нас все на высоком уровне. Поверьте, даже нитки, которыми мы зашьем вам брушка, через неделю рассосутся. Рассосутся, то есть исчезнут. Конечно. Нитки, за которые я заплатил, просто исчезнут. Именно. То есть они мои, но их нет. Что вас не устраивает? Вам ни капельки не стыдно, доктор? Боже мой, я не знал, что вы кроме того, что пост еще такая жаба. Хорошо, мы зашьем вам брушка такими нитками, которые нужно достать, и вам будет больно. Доктор, что может быть больнее, чем смотреть, как пропадает твое? Зачем вам 12 сантиметров обычной нити? Значит, зачем? Из нее можно сделать все, что угодно. Что? Что, что? Можно сделать петельку для пуговицы. Можно вырвать молочный зуб нашему Йосе. Да, конечно. В конце концов, когда моей тещи вырезали желчный пузырь, мы потом еще полгода в нем мелочь носили. Очень находчиво. А почему всего полгода? Вышел из моды. Понимаю. Можно вашу историю болезни? Конечно, можно. Значит, смотрите, я родился в 83-м году уже сразу болезненным ребенком. Да просто передайте. Да, извините. Так, ну шо тут? Шо вы мне морочите мои колокольчики? Вам же вырезали аппендицит у нас 7 лет назад. Да. Да, доктор, но у вас сегодня такие скидки, что я не мог пройти мимо. Я вас поздравляю. Операция назначена на 15 мая. Подождите, 15 мая это суббота. И шо? Шаббат. Не переживайте. Операцию будет делать мой ассистент. Он палестинец. Понятно. Да, да, шалом. Спасибо. 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 Владимир Зеленский и Евген Кошовый.